Вот если так тезисно, кто сейчас борется, по вашим данным, с партизанами, которые устраивают диверсии, мешают перемещению российской техники в Беларуси? Кто эти люди? Это какие подразделения? Вообще это в основном ГУБОПИК и КГБ. И им помогает СОБР и другие спецназ, которые используют данное подразделение в своей деятельности. Мы вот видели в ролике, что задержанным были прострелены ноги. Эти ноги были прострелены не во время задержания, а уже задержанным. И достоверно нам известно, что именно Карпенков дал команду стрелять в уже задержанных людей. Поэтому этим действием будет дана оценка в будущем. Конечно же, Карпенков предстанет перед судом и будет привлечен к ответственности. Много разговоров было о том, насколько эффективна эта война. Несмотря на то, что украинская сторона не раз благодарила белорусов, которые эти диверсии устраивают. Тем не менее, долгое время режим отрицал, что это вообще имеет какой-то смысл. А потом все-таки начали признавать, потом даже начали усилять охрану релейных шкафов. Вот по вашим оценкам, насколько все-таки активна вот эта партизанская рельсовая война? Может быть, и у вас есть такие данные, в том числе из тех, с кем вы связываетесь в рамках того же плана Перамога? Или это просто точечные активисты? Как много этих диверсий, насколько они эффективны? Ну вот в конце февраля, когда стало известно, что россияне уходить не собираются, мы объявили как раз эту рельсовую войну. И обратились к нашим членам плана Перамога за помощью, кто желает поучаствовать. Вот мы получили сотни сообщений, желающих именно принять участие в этой войне. И мы хотим сказать, что выборные цели наши, сжигание, к примеру, шкафов, они несут огромнейший урон власти Лукашенко. Потому что каждый шкаф стоит порядка 50 тысяч долларов США, и запчастей на этот шкаф уже в стране не имеется, остались единицы. К примеру, если повреждался шкаф где-нибудь в районе Осипович, то запчасти к нему привозили из Витебска. Сейчас власти не могут достать запчасти, и поэтому они очень агрессивно себя ведут по отношению к партизанам. Вы видите, что подняты войска, внутренние войска, СОБР, спецназ различный охраняют железную дорогу. Даже показывали в новостях, что возле железнодорожных переездов сделаны секреты, и чуть ли не танки закапаны в землю. Были сообщения, что если вечером проходишь мимо железной дороги, из кустов выскакивают вооруженные сотрудники, вооруженные солдаты, которые задержат людей, доставляют в КГБ. И они подвергаются полному досмотру. То есть это показывает то, что власти очень сильно обеспокоены рельсовой войной. И вот это повреждение, оно, конечно, не выводит из строя железную дорогу, но оно замедляет движение поездов. То есть поезд переводится в ручной режим. Соответственно, с целью безопасности машинист едет очень медленно и смотрит, чтобы не наехать на препятствия, чтобы не столкнуться с другим поездом. И смотрит регулировщиков, железнодорожников, которые будут стоять на переездах и махать им с лимафорами. Вот. Соответственно, нарушается график движения всех поездов по всей стране одновременно. Если один поезд замедлился, то остальные не могут двигаться с нужной скоростью. Также замедляются и создаются пробки по всей стране. И, соответственно, вовремя не доставляются боеприпасы в Украину на помощь российской армии. Вовремя не поставляется топливо. И российские войска, вы знаете, бросают технику и пешком уходят на родину. Скажите, а вот помимо такой активности, поджогов релейных шкафов, может быть, там замыканий каких-то на железной дороге, наверняка же есть еще какие-то возможности помогать антивоенному движению, в том числе и тому направлению, которым занимается Байпол. Какого рода партизанщина еще есть в Беларуси, помимо рельсовой войны, ну и, не знаю, передвижения техники, может быть, что-то еще, какие-то другого рода диверсии? Возможно ли еще какие-то другие активности? Конечно же. Мы первоначально шкафы не сжигали, мы замыкали, значит, провода. И благодаря этому также выгорала сигнализация. Но потом оказалось, что проще сжигать релейные шкафы. Мы сейчас, конечно же, разрабатываем другие способы. Нельзя повторяться, потому что власти взяли на заметку, и теперь возле каждого шкафа уже чуть ли не стоит охрана вооруженная. Поэтому мы совершенствуемся, сейчас мы присматриваемся, что происходит на земле. И будем внедрять другие методы, но о которых мы рассказывать не будем, чтобы власти не могли подготовиться. Но я тогда предлагаю рассказать, каким образом можно присоединиться тем, кто готов что-то делать, несмотря на все риски. Это писать Байполу в чат-бот. Куда обращаться, если хочешь как-то стать партизаном? Лучше писать, конечно, нам напрямую в Байпол, в наш телеграм-канал. Там есть контакт, если зайти в телеграм-канал, и можно туда написать. Но к нам поступило огромное количество сообщений, желающих участвовать. И я хочу сказать, что мы уже второй месяц не можем даже прочитать все эти сообщения, разобраться со всеми. Не то, что прочитать, нужно с каждым провести работу. И на данный момент у нас порядка 800 сообщений еще не прочитано. А неделю назад их было полторы тысячи непрочитанных. То есть нам в первые часы, когда мы объявили, кто желает активно действовать, поступило порядка трех тысяч сообщений от белорусских граждан. А если говорить о плане Перамога, я вот на днях видела новость о том, что сейчас активно белорусская армия укрепляет гомельские рубежи, скажем так, как при граничье, формулировка была очень интересная и обтекаемая. То есть там как бы вроде намекалось на то, что это могут быть со стороны Украины какие-то нападения, но Украина уже заявляла, что на Беларусь нападать никто не собирается. Но там было еще и написано, и другие нежелательные группировки. А вспоминая, что в плане Перамога есть в том числе и план привлечения людей, уехавших из Беларуси, которые могут в какой-то момент вернуться. Это взаимосвязано или все-таки вот подобные укрепления не только железных дорог от рельсовых партизан, но еще и границы связаны с планом Перамога? Какие у вас данные на этот счет? Я думаю, что армия там не то, что укрепляется. Она может даже готовиться к нападению на южных рубежах, потому что Лукашенко хотел ввести войска первоначально вместе с Путиным. В первые же дни, если бы Путин дошел до Киева и вступил бы в Киев, Лукашенко бы подключился 100%. Но видя, какие потери несут россияне, то, что они не могут продвинуться и даже теперь вообще оставили киевское направление, то Лукашенко не дал приказ наступления белорусской армии. Но все равно угроза наступления белорусской армии остается. Это говорит о том, что войска все-таки стягиваются к южной границе. У нас есть информация, что порядка семи батальонов сил специальных операций должны в ближайшее время выдвинуться к границе и занять там позиции. Но будут ли они наступать или нет, пока неизвестно. Все зависит, конечно, от приказа Лукашенко. Но то, что они другие нежелательные какие-то угрозы, я думаю, в первую очередь они боятся белорусского батальона Калиновского, который находится в Украине с той же стороны, со стороны Киева, который неоднократно заявлял, что он хочет войти в Белоруссию и освободить ее от узурпатора. Поэтому в первую очередь, я думаю, что вот это выражение касается их. Хорошо, и напоследок. Если говорить о силовиках, учитывая, что у вас, и вы об этом неоднократно говорили, есть контакты, вы понимаете, что там происходит, есть данные. Были слухи, учитывая, что у российской армии потери, нужны пополнения, с мобилизацией что-то не клеится, добровольцев столько, сколько надо, не едет. И были размышления о том, что, ну, возможно, те самые силовики, которые чинили насилие, пытки над белорусами в 2020 году и позже, вот они, в принципе, могут собраться в такой спецотряд. Российский ОМОН уже видели на полях сражения, разбитым, к счастью. Как вы думаете, возможно ли, ну, если не массированное наступление белорусских войск, а вступление в эту войну в Украине, то вот такой вот отряд, ну, или, может быть, какое-то более многочисленное формирование может собраться, потому как, ну, они немногим отличаются от российских оккупантов по поведению. Это возможно, или силовики белорусские даже такого рода не пойдут воевать? Я думаю, что отправят в первую очередь в Украину силы специальных операций, они для этого и предназначены. А ОМОН, либо другие такие подразделения, в последнюю очередь, потому что они предназначены для разгона протестующих граждан, а не для войны. Почему россияне посылали ОМОН? Я так думаю, что они планировали захватить Киев очень быстро, и ОМОН нужен был для разгона как раз протестующих в Киеве. Вот поэтому туда ехал ОМОН, и вы знаете, что у них там были обнаружены и щиты, и каски для разгона демонстрантов. Вот поэтому они ехали для этой цели. А если говорить о белорусских силовиках, они вот готовы ли на это? Тут же вопрос, что отправить-то их могут, но ведь и отказаться можно. Это же все-таки не война, а спецоперация вроде и по контракту не положена. Нет, конечно, не готовы. Никто не хочет воевать. Хотя они там в беседах рассказывают, что мы за русский мир и готовы там за Путина сражаться. Но если дойдет до дела, им скажут идти туда. Они не готовы. Они не готовы даже не то что физически, но и морально. Они не хотят погибать за кого-то. То есть это Беларуси война не касается. И они смелые только на словах, но реально они все трусы.